Я, наоборот, видел его баталии, так скажем, его споры с ингушскими историками, где, наоборот, мне очень понравилось, как он ведет эту дискуссию. Расскажите нам тоже об этом на вашем честном канале Чикатарка Грязный. Почему вы нам не осветите эту тему? Или, может быть, вы до сих пор ведете расследование в Следственном комитете у вас? Ведется расследование этого ДТП, вы не можете найти виновных? В чем дело? Осветите нам, пожалуйста, эти события. Саваш. Потерял сноровку, ты позволяешь разносить себя в пух и прах. Где боевой запас, который был с Шевченко? Не знаю, где я допустил такую оплошность, что ты дал такую оценку, но будем смотреть, пытаться исправляться. Борзой. Тумсо, ассаламу алейкум. Пусть Аллах простит все твои грехи. В грядущий месяц Рамадан дал алшву илху. Алейкум. Ассаламу алейкум. Амин. Аллах. Рейс. Халил. Борзой. Доброжелатель. Тумсо, привет. А где кот? Без шуток. Куда он пропал? Он на задании доброжелателя. Отправил его на спецзадание. Особия. Осуждаешь Абадиева за несправедливость чеченцам, но рекламируешь Шакала Бакаева. У него лжи в адресне чеченцев в миллион раз больше. Приведи пример, мы опровергнем, если есть такая ложь. Я наоборот видел его баталии, так скажем, его споры с ингушскими историками, где наоборот мне очень понравилось, как он ведет эту дискуссию. Без перехода на какие-то оскорбления. Без попыток ущемить, как-то обидеть, принизить. Без всего этого он просто приводит исторические факты, ссылается на исторические источники книги. Наоборот, я очень был доволен тем, как он ведет эту дискуссию. Мне очень не нравится, когда люди опускаются на тот же уровень, на который опустился этот, допустим, Абадиев. Или другие, позволяющие себе оскорбления. И когда люди, опускаясь на их уровень, начинают в ответ оскорблять целые народы, мне это не нравится. А он очень достойно ведет с ними спор. Наоборот, именно за это мне и понравилась его деятельность. Так, Кадыровец что-то говорит, что они всех, значит, и Кремль, и русских, и Россию, и ваххабитов, в общем, всех они унижали, так скажем. Он выразился иначе. Очень смешно, когда человек под ником Кадыровец пишет такое. Саламу алейкум, брат. Для полиции выпустили новый закон. Право расстрела на месте. Настоящий концлагерь. Ваалейкум ассалам. Не встречал пока, не знаю. Поздравляем всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Пусть Аллах сделает этот месяц благом для всех нас. Просим Аллаха облегчить наше положение и даровать нам прощение. Просим Аллаха, чтобы он избавил наш народ от преступников и лицемеров, которые угнетают его. Амин, амин, амин. Опять Кадыровец пишет. И Сталина, и Дудаева, говорит, тоже мы унизим, говорит. Но нет, их вы уже не унизите, потому что Сталин и Сталина уже нет, и Дудаева уже нет. А Дудаева унизить уже никак не получится. Он очень достойно жил и достойно ушел. Напоминает его Всевышний Аллах. Мне мой товарищ скинул видеоролик. Это совещание Кадырова с прокурорами, судьями и своими силовиками. Совещание шестилетней давности. Это видео шестилетней давности. Но это такой набор противоречий. Уже сейчас очень интересно смотреть это видео, когда мы знаем, что два года назад Кадыров никак не наказал своего двоюродного брата, виновника ДТП, в результате которого погибла целая семья. Муж, жена и ребенок. Вы представляете, он шесть лет назад проводит совещание, тогда еще не зная, что через четыре года его двоюродный брат совершит ДТП, в результате которого умрут люди. Смотрим видео. Сисходительное отношение к преступнику подрывает доверие общества к правоохранительной и судебной системе. Как отмечает Кадыров, водитель, который не соблюдает правила дорожного движения, ничем не отличается от преступника. А значит и наказание для него должно быть соответствующим. У нас в республике главенствует закон. И мы все это знаем, и мы все являемся влюстителями порядка, закон. Мы сидим, смотрим друг в друга в глаза и мягко обманываем друг друга. И надежда у простых людей теряется, все меньше и меньше становится. А когда, если у него есть родственники, все равно ничего не сделают. Если у этого человека есть деньги, все равно у него пройдет это все больше. Если у него родственник где-то сидит в правительстве, в МВД, в прокуратуре, он должен знать, когда он больше должен ответственно подходить полностью, в общем, в ситуации. Если даже простой человек, который не стоит, за ним никто, допускает ошибки, а человек, который там есть родственники, я имею в виду своих, они более аккуратно двигают. Он абсолютно должен, в работе у нас нету брать с ваттом. Есть закон, так сказать, все должен. Преступник в муку, если он не соблюдает пара правил дорожных движений, мы всегда сравнивали с террористами. Закон и порядок, говорит, у нас есть в республике. Нет никаких, говорит, родственных связей. Даже если это мои родственники, то нет, никаких поблажек быть не может. В общем, на тот момент этот разговор, он как бы клеится. Все нормально. Если все так и пойдет, то нормально, думали мы. Смотрим дальше. Между тем, есть установлен факт, когда лицо, по вине которого погибли несколько человек, в том числе и малолетний ребенок, приговорили к условному сроку. После этого, как он будет смотреть в лицо, так сказать, как он просто, как он уходит на улицу, я не знаю. Как он заходит в себе дом, как он смотрит на своих детей. Как он смотрит на своих детей. Чтобы для него была работа, чтобы его дети ходили в школу, в школу, детские сады, и в школу, детские сады, и в школу, детские сады, и в школу. Интересно, вот какого кадрировали о пропаганде сейчас видеть вот эти видео? Что они чувствуют, когда я им показываю их косяки, их ляпы, их противоречия. И причем вот этот видеоролик, он лежит официально у них на канале, они даже не почистили, вы понимаете, хотя их понимаем, наверное, они отсняли и забыли об этом. Это у меня товарищ есть, который это все отсматривает, находятся эти моменты. Вы представляете, он 6 лет назад он сидит и говорит, что человек, который нарушает правила дорожного движения, он равен терроризму, террористу, то есть он приравнивает его к терроризму, террористу. А спустя четыре года его двоюродный брат нарушает это правило дорожного движения, убивает людей. И нет, Кадыров не вспоминает в этот момент свое выступление 4-летней давности. Он не вспоминает, как он говорил о том, что не должно быть никаких поблажек, что они должны наказываться по всей строгости закона. Он это все не помнит уже тогда. Вместо того, чтобы наказать своего двоюродного брата по всей строгости закона, вместо этого Кадыров его великодушно прощает, он не лишается даже своей должности главы Шалинского района. Ничего с ним не происходит. А нет, правда, он его очень сильно наказал, не разговаривая с ним несколько дней. Такому наказанию он его подверг. Вы представляете, это надо быть настолько лицемерными людьми, противоречащими самим себе, забывающими потом о том, что они говорили, или просто плевать на то, что они говорили. Нет, на самом деле не плевать. Они просто не знают, что эта запись есть, что она лежит. Они просто об этом не знают. Они бы сегодня сделали бы все возможное, чтобы я это не показал. Они бы это давно куда-нибудь скрыли. Просто они не знали об этом. Нет тех людей, которые отсматривают прежние материалы, находят противоречия, устраняют эти противоречия. У них таких нет. Есть, они иногда нарываются на подобные вещи и удаляют ролики. Это тоже я как-нибудь освещу. Но так в целом, чтобы работать над этим, находить это все, им этим заниматься некогда. Поэтому вот эти вещи, они выявляются. И все-таки хотелось бы узнать, тогда на сайте МВД Кадыровской Чечни, они официально написали, что ДТП зарегистрировано, что якобы этого Ибрагимова, двоюродного брата Кадырова, что его освидетельствовали, что он типа был не пьян. То есть получается, само ДТП зарегистрировано, есть, а там погибшие люди, значит есть уголовное дело. Хотелось бы узнать, а что с этого получилось? Как это уголовное дело закрылось? Кто-нибудь был за это наказан? Кто-нибудь понес ответственность? Расскажите нам тоже об этом на вашем честном канале ЧКТРК Грязный. Почему вы нам не осветите эту тему? Или может быть вы до сих пор ведете расследование в Следственном комитете у вас? Ведется расследование этого ДТП, вы не можете найти виновных? В чем дело? Осветите нам, пожалуйста, эти события. Субтитры создавал DimaTorzok